Существуют две причины возможного применения со стороны России ядерного оружия. Путин сегодня дал понять, что может их взять за золотые яички. Путин сегодня как раз дал понять, что могут их взять за золотые яйца. Привет, друзья. Говорить о яичках всегда интересно. Ну, во-первых, те, кто заявляют о яйцах, то они тем самым хотят засвидетельствовать или зафиксировать, что они у них есть. И речь идет, конечно, оба вот этих вот идеологах Российского Рейха, на российской войне против Украины, да и не только против Украины. Вот они чувствуют, что их яички сжимаются и ищут выходы и выходят с таким интересным предложением к Владимиру Путину, как выиграть эту войну. Забегая вперед, я вам хочу сказать, что дискуссии на Западе, в частности в Штатах, что мы там чего-то Украине не дадим или в недостаточном объеме, после вот этих вот дискуссий в России и, соответственно, действий в России, приведут к тому, что сюда поставят все, что нужно и даже больше. Я вообще реально думаю, что объемы поддержки Украины будут кратно увеличены, потому что мы имеем дело с отъявленными негодяями. Какие конкретные должны быть шаги, чтобы Запад понял, что мы не шутим? Тем более, что у нас окно возможности не такое большое, пока есть преимущество в стратегических ядерных силах, за счет того, что у нас гиперзвук есть, а у них пока нет. Вы знаете, так это, во-первых, это, конечно, со временем уйдет. Это преимущество важно, но не столь важно. Это Сергей Караганов. Очень влиятельный человек на болотах. Занимается нашептыванием для выработки внешнеполитических решений. И во многом, конечно, он ответственен за то, что случилось. Именно вот эти люди пели песню, вот эту вот «давайте шуганем Запад», и они обязательно, что там, выгонят Румынию и Польшу из НАТО. Кстати, не только Румынию и Польшу. Ну, как принято, все российские так называемые ястребы, они все из клуба 70+, они очень богаты, и им скучно. Очень-очень скучно. А 10-15 лет они пели совсем другие песни. О либерализме, о декоммунизации. Да-да-да, Караганов пел песню о декоммунизации, о десатанизации, о, извините, десталинизации и так далее. И вот теперь эти ребята предлагают Путину выход из ситуации. Использовать ядерное оружие. А если его не использовать, и тут, внимание, Россия, нам будет интересно. Важнее то, что просто еще там 3-4 года ведения этой войны. Ну, зачем нам еще убить десятки тысяч своих лучших мужчин? Разберем эту смысловую конструкцию. По-русски мы здесь говорим неплохо, ну, как для иностранцев так точно. Значит, убить еще десятки тысяч российских мужчин. Значит, их уже убили. Зачем нам убить? Это значит, это сделал кто? Владимир Путин, наслушавшись советов вот этих вот сказочных. Да? Ну и срок войны. 3-4 года. Мы это слушаем. Вот эту передачу, я думаю, что обязательно расшифруют и положат в папочку и в НАТО, генеральному секретарю, и Байдену, и всем остальным. Слушай этот фашистовующий спич, ты понимаешь, что они добровольно не угомонятся. Но, с другой стороны, вот эта вот фраза, десятки тысяч российских мужчин будут убиты, она вселяет в оптимизм. А как все начиналось? Киев за три дня, а теперь война на многие годы. И да, россиян готовят к потерям. Я, со своей стороны, считаю, что, ну, россиян, которые с оружием в руках пересекли границы Украины, конечно же, надо уничтожать. И да, НАТО обязано поставить нам все. Не из-за любви к нам, не из-за того, что мы друзья, а из чувства собственного сохранения. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И да, идеолог использования ядерного оружия нам рассказывает, что пора. Они сражаются, и правильно сражаются. И, может быть, они показывают нашу волю к борьбе и к победе. И я не исключаю, что в конце есть такой маленький расчет, что Запад дрогнет, понимая, что он не выиграет эту войну до того. До применения ядерного оружия. Чтобы все понимали. Так вот, кто такой Караганов? Ну да, раньше был либералом, сейчас вместе с Путиным немножечко мутировал. И о нем заговорили детально, когда он написал текст о том, что нужно провести деэскалацию через эскалацию. То есть, подход такой. Владимир Путин спускается в бункер, на яйца надевают, соответственно, свои яйца надевают цинковые, а, нет, свинцовые трусы и начинают ядерную войну. То есть, они бьют условно по Польше, по Варшаве, НАТО начинает бояться, сдается, Соединенные Штаты всех сливают и говорят, ну да, Путин велик, забирайте Украину. Ведь мы не хотим Третьей мировой и, соответственно, окончания мировой цивилизации. План неплохой, да? Только, а кто сказал, что Запад дрогнет? Что же, но надо параллельно изменять доктрину. Это, там, я не думаю, что мы должны это обсуждать сейчас на телевизионном экране, какие там конкретные изменения в ядерной доктрине, но совершенно очевидно, что там в ответ на любое применение неядерных вооружений по территории России, массированное, ну, не случайное, да, может, будет нанесен ядерный удар, соответственно, по странам НАТО. Нужно определить, кстати говоря, уже в нашей государственной доктрине, ну, такую простую вещь, что НАТО является союзом бандитов, агрессоров. Ядерные бомбы в России тянутся не впервой. Иногда российские пропагандисты обмазывают себя радиоактивным пеплом, но еще за это отвечает Дмитрий Медведев, который постоянно всем грозит бомбой. Но вот Владимиру Путину, судя по всему, эта идея не то, что совсем не нравится, ну, понимает бункерный дед о последствиях. Потому что, очевидно, ему прямо сказали, если ты используешь ядерное оружие, тактическое или какое-то другое, то мы размотаем российскую армию конвенциональным оружием. И ты смотришь на ситуацию на линии фронта, понимаешь, что это абсолютно возможно. Вот мы тут радовались, когда поломали дом ЧФРФ, главный дом, то есть штаб. Сколько? Три ракеты туда прилетело. А сколько этих ракет на вооружении наших западных друзей? Одних там тамагавках тысячи. И они могут в один прекрасный момент взять, стартануть и, да, освободить пирсы в Севастополе, например, от присутствия российских оккупантов. Все очень просто. И вот Путину подсказывают, что можно использовать ядерную бомбу. И все дрогнут, и все испугаются, потому что мы что? Мы богоизбранный народ, говорят на болотах. И после этого кто-то еще смеет называть нас нацистами. Удивительные времена. Мы воюем, мы в Украине не против украинцев. Мы воюем против этой бандитской группировки. Нужно сказать, что НАТО враг. И чтобы они это знали четко. И что страна, которая вступает в НАТО, становится автоматически врагом и первоклассной целью для ядерного удара. Мы этого не говорили до недавнего времени. Это было неправильно. На практике получается по-другому. Такие, как Караганов, всячески рекламируют НАТО. Потому что страны, которые не вступили в Альянс, они подверглись агрессии со стороны России. И те, кто вступил в НАТО, ну что, живут своей жизнью. Да, укрепляют оборону. Но их еще никто не трогал и не тестил. И с большой вероятностью этого делать не будут. Почему? Потому что дело же в яйцах. И у кого они крепче? На кого напали россияне? Грузия, Молдова, Украина. Что объединяет эти страны? Что мы нейтральные государства. И если на тебя напали, когда ты был в нейтральном статусе, то, наверное, нужно делать выводы. Значит, для чего они позвали Караганова? То есть они, заметьте, вот его ставят один на один соловьем. Тем самым, как бы добавляют ему веса. Такой привилегии на болотах удостоена только пресс-аташемида Мария Захарова. Она тоже общается только персонально. Ну и вот и Караганова так поставили. Они пытаются найти смысл. Смысл в войне. Зачем Путин это начал? Потому что это же главный вопрос, на который до сих пор нет ответа. Как, на ваш взгляд, необходимо правильно относиться к ядерному оружию и возможности его применения? Ну, часть людей, которые там говорят, что никогда не при каких обстоятельствах наших людей, конечно, это те из наших сограждан, кто еще не сбежал за границу и хотят поражения Отечеству. Но есть и другое огромное количество людей, которых просто эта проблема страшит. Я их понимаю. Нужно не... Это очень трудно мыслить о немыслимом. Но я всегда в таких случаях говорю, что пацифисты, в том числе ядерные пацифисты, живут прекрасно, жуируют, сидят в интернете, в кафе, болтают, только потому что за них гибнут войны. Если они так активно начали тянуться опять к ядерной бомбе, я делаю только один вывод, что ситуация на фронте так себе. Это же все происходит в преддверии начала поставок Украине ракет Атакамс и, соответственно, самолетов F-16, которые имеют очень широкую номенклатуру ракет, бомб и всякого такого, что уничтожают или минусуют российских свинка Триколор. Да? Пацифисты в Москве, а за них воюют и умирают россияне в Запорожской и не только Запорожской области. Вот у нас есть бомба. Мы можем шарахнуть. НАТО враг. Мы подуспокоились в прошлые десятилетия, решив, что в принципе ядерная война, вообще война большая невозможна. Загаев между нами. И допустили стратегическую ошибку, беспечно или безрассудно повысив порог применения ядерного оружия, которое сейчас выглядит так, что никогда, почти ни при каких обстоятельствах. Этим бессовестно пользуются наши противники, которые вот сейчас в время талдычит, вот это их доктрина. Они никогда не применят. Это таким образом мы невольно выписали билет на их ядерную агрессию. И это совершенно неправильно. Это не первый заход в России в части того, что стратегию, доктрину применения ядерного оружия можно изменить. Сейчас у них в документах написано следующее, что вот если будет существовать угроза для существования государства российского, извините за тавтологию, то тогда мы бахнем. И вот Караганов говорит, что нет-нет, раз так мы это сформулировали, то это недостаточно. Надо написать, очевидно, что может быть и приментивный ядерный удар, что мы можем как ухнуть, так и всем испугаются. Потому что вот сейчас бомба у нас есть, а нас не боятся. Ну и просто нужно прямо говорить обществу, что, друзья мои, мир разваливается. Что неизбежно, если мы не будем действовать решительно и прямо, неизбежна Третья мировая война. И что наша задача спасти наше отечество и спасти мир. Как мы уже спасаем мир от западного ига, подрубая основы западного господства, которые 500 лет зиждились на его военном превосходстве. Нужна новая идея России. Мы пока еще колеблемся, не испугаем ли мы общество, сказав ему правду. Я думаю, что ему нужно начинать говорить правду, что мы находимся в ситуации мирового землетрясения, что нам брошен экзенциальный вызов, на который мы запозданием немножечко ответили. И что если мы не будем действовать прямо и жестко, то мы можем тяжко пострадать, а потом еще и получить мировую войну, всеобщее уничтожение. То есть не только унижение, но и разгром. Если суммировать все эти слова, то я бы это назвал так. Операция по спасению Владимира Путина. Ну и яиц, конечно. Раз мы с них начали, то куда их девать. Хотя в части Владимира Путина можно и отделить эти два предмета. По факту они как раз говорят о том, что, блин, мы начали войну с Западом, и теперь непонятно, что с этим делать. Нас не боятся, нашу ядерную бомбу тоже не боятся. Хотя понятно, что западные лидеры, военные, они об этом никогда не забывают. Во многом именно с этим связана дозированная поставка в Украину оружия и боеприпасов. Ну, я имею в виду о таких вот системах, которых у нас еще нет. Ну, будут. Российские нацисты убедят в этом всех. Вы сделали подход к весу. В статье вы затронули тему предназначения русского народа. И вот этой главного подхода, что есть русская идея. Ну, это довольно для меня легко сформулировать. Ну, во-первых, русский народ – это народ богоизбранный. Во-первых, наша задача – это улучшение самих себя. И задача государства и общества – это улучшение русского человека, русского русского, русского башкира, русского чеченца, русского якута, улучшение его жизни. Можно еще много сказать, что да, русский человек – это, конечно, это человек-воин и защитник. Чисто уберменши. Нацистская идеология. Без каких-либо примесей. На практике этот нацизм они реализуют в терроре против Украины. Наверняка многие из вас видели, как четыре бомбы падают по нашим элеваторам в Херсонской области на берегу Днепра. Такое жуткое зрелище. Ведь тем самым они говорят, что мы русские, и мы только по этому факту, по этому признаку имеем право убивать других людей. Это жутко звучит, но это так. Есть и хорошая новость. Не только у них есть такие бомбы и ракеты. Мы земля самых прекрасных, но и мужественных женщин, и земля очень сильных мужчин, которые готовы защищать стариков. И, наконец, у нас есть действительно всемирная историческая задача, без которой мы, во-первых, вообще жить не можем. Кстати говоря, без такой задачи великие страны не выживают. А вот эта задача совершенно очевидна – это освободить мир от гегемонизма любого, чем мы занимаемся, достаточно эффективно подрубая военные основы западного ига. Они все-таки ненормальные. Обычно сначала формируют цель войны, задачи, планы и так далее, а потом начинают эту войну. Здесь немножечко наоборот. Нацисты российские, и логика у них российская. Значит, мы должны подрубить гегемонию Запада. Блин, ну вот это вот как раз та ситуация, когда можно смело и твердо сказать, что Запад воевать еще не начинал. Ведь десятки тысяч солдат НАТО не погибло. Россияне погибли, украинцы погибли. И эти люди, которые сейчас в прямом эфире спасают свои яйца, пытаются объяснить, что Путин гений, что он молодец, что по-другому поступить было нельзя. Но ведь на каком-то этапе за эти преступления придется отвечать, и яйца будут отделены. Вместе с головой. И освобождая страны, и даем им возможность развиваться. Во-вторых, мы уничтожаем конкретное, или подрываем конкретное западное иго. И в-третьих, наконец, мы народ мироносец. Мы несем мир. И война на территории Украины, военные действия на территории Украины, это ведь война за предотвращение большой мировой войны. И мы должны об этом прямо говорить. Это, к сожалению, так получилось. Вот уже и оправдание для трибунала. Они таки будут говорить. Мы ни при чем. Так получилось. Мы просто богоизбранный народ. Мы начали войну, чтобы предотвратить войну. Уорл в шоке. Он не знал, что писал документальную книгу, а не художественный роман. История опять определила. Мне хотелось бы, конечно, подольше посидеть в относительно спокойной обстановке. Но, к сожалению, кто кроме нас? Наши китайские соседи и друзья пока не готовы еще к такой роли. Может быть, через 5-10 лет они будут готовы. Но мы же не знаем, что будет через 10 лет. Нам нужно уже сейчас заложить основы для будущего миропорядка. Никто, кроме нас, это сделать не может. Понимая степень осведомленности этого деда из клуба 70+, клуб Владимира Путина, Делаем вывод, что в Пекине там тоже народ уже поживший у власти. Но, тем не менее, они не именем, раз не спешат начинать войны ради мирового порядка. Короче, это такой, знаете, новый идеологический подход к снаряду. Зачем эта война? И ценник они уже начинают выставлять непосредственно россиянам. Что хочется сказать. Дед Ванга, он же Аркадий Бабченко, когда-то писал «Бегите». Но бег, он продлевает жизнь, если вы не бежите в сторону Украины. Потому что бежать на наши пулеметы – это опасно для жизни. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Понимаем, что впереди нас ждут тяжелейшие испытания. Я не знаю, многое мы уже прошли, но очень много еще впереди. Сберегаем успехи и выходим из простой аксиомы. Можно ли желать поражения своей армии? Как можно донатить на ВСУ, которые убивают российских граждан? Как относиться к нашим мальчикам, к солдатам, которых принудительно забрали на фронт и заставили воевать в Украине? Как им можно желать смерти? Меня зовут Майкл Наки, и вы на моем канале. Сегодня как раз сформулирую для вас ответы на эти вопросы, которые я сам себе задавал еще в прошлом году. Мне кажется, это важная дискуссия, потому что я наблюдаю за ней полтора года и наблюдаю как сторонний наблюдатель, с одной стороны, для того, чтобы понять аргументацию людей. Для того, чтобы пропустить ее через себя и для того, чтобы самому сделать выводы. И сегодня я хочу рассмотреть эти тезисы и объяснить, почему они для меня не работают. Может быть, это будет полезно тем, кто не может определиться со своим отношением к происходящему. Может быть, это будет полезно в том числе публичным людям, которые тоже публично задаются этими вопросами. Я не говорю, что все должны делать, как я. Я не говорю, что все должны донатить на ВСУ, собирать на ВСУ, не испытывать большого сожаления по поводу смерти российских военных в Украине. Нет, я лишь хочу показать аргументацию и логической цепочке, как и с точки зрения абсолютно технической и утилитарной, я пришел к этим выводам, и с точки зрения моральной. Этот ролик будет максимально безэмоциональный, потому что моя задача не кого-то оскорбить, кого-то унизить или принизить. Моя задача – донести свое видение. И, может быть, кто-то донесет свое, ответит, где я не прав, где я ошибся, и какие существуют аргументы для того, чтобы придерживаться этих позиций. Я хочу запустить довольно уважительный разговор по этому поводу, потому что все, что происходит в публичном пространстве со стороны, в том числе и особенно тех людей, которые поддерживают Украину, это такие общие слова и лозунги. Типа, я не могу поддерживать убийство с любой стороны, или вот как можно желать поражения своей армии, ведь Бодров в одном из интервью сказал, что этого нельзя делать. Мне хочется перевести эту дискуссию на немножко более высокий уровень, на уровень аргументов, на уровне позиции, на уровне мировосприятия. Только так, мне кажется, можно создать какую-то непротиворечивую позицию, которая не будет, во-первых, противоречить сама себе, а, во-вторых, человеческому представлению о необходимости тех или иных вещей. Давайте начнем по порядку, как раз, на мой взгляд, самого простого тезиса. Тезиса о том, что нельзя желать поражения своей армии. Что такое своя армия? Ну, то есть сейчас в этом контексте этот тезис звучит от тех людей, которые поддерживают российскую армию. От тех людей, которые говорят, да, я не считаю, что эта война правильное решение. Более того, я не считаю, что Владимир Путин правильно поступает. Более того, иногда эти люди говорят, что не поддерживают Владимира Путина. Но при этом все равно приходят к выводу, что нельзя уступать против своей армии, что ей нельзя желать поражения, что нельзя желать России поражения в этой войне. Так что такое своя армия? В моей картине мира своя армия – это боевые подразделения, которые ставят свои задачи защиту интересов моей Родины. Я считаю себя патриотом, причем российским патриотом. Да, сейчас это слово, и российский, и патриот, очень сильно изменили свое значение, потому что они во многом используются российской пропагандой. И под патриотизмом понимается любовь к президенту, буквально. Как, по крайней мере, сформулировал едко Юрий Шевчук, что Родина – это президента. Так вот, для меня тоже Родина – не жопа президента. Это моя страна, страна, в которой я родился, в которой я прожил большую часть жизни и никогда не собирался оттуда уезжать, и все еще надеюсь туда вернуться. Нет, правда, в моей жизни довольно было много возможностей для того, чтобы переехать в любую другую страну. У меня есть американский паспорт, в конце концов, который я не особо выбирал, но, тем не менее, у меня было тысячи возможностей уехать в Европу, уехать в Америку. Возможность, которой активно пользуются дети чиновников и депутатах, рассказывающих про то, что на Западе враги. Для них на Западе враги, но своих детей они отправляют именно туда. У меня такой задачи и цели никогда не было, что, надо сказать, иногда удивляло моих знакомых и даже близких, которые говорят, ну вот же у тебя, пожалуйста, езжай в Европу, в Америку, там ты сможешь больше, там ты будешь лучше жить. Я говорил, нет, я люблю свою страну, я люблю свою Родину. Это не поменялось, и я все еще рассчитываю на Родину вернуться. Да, на мне 11 лет уголовного преследования, сейчас Россия полностью под контролем Владимира Путина, и, наверное, довольно немалое количество людей в России желает моей смерти. Особенно из тех самых зетников, да чего там, Кадыров, зетники, пригожинцы. Я думаю, что этот список довольно длинный. Но я считаю, что это все не навсегда. Более того, я не уверен, что это надолго. Поэтому я рассчитываю обратно в Россию вернуться. Но почему-то армия, что воюет в Украине, не моя армия. Потому что ею руководит Сергей Шойгу, и выполняет она задачу не по защите Родины, не по защите страны. Она выполняет задачи, которые поставлены ей Шойгу и Владимиром Путиным. Эти задачи не имеют ничего общего с интересами России. То, что делает российская армия, преступно и аморально. Она не защищает мои интересы, и не защищает вообще чьи-либо интересы из россиян, которые не входят в высшие эшелоны власти. Это фактически большая армия наемников, подчиняющихся узурпатору. То есть человеку, который захватил власть. Я не выбирал Владимира Путина. Вы скажете, ну, Майкл, много кто не выбирал президента своей страны? Да. Но Владимира Путина не выбирало и большинство. Конечно, многие считают, и, возможно, справедливо считают, что большинство россиян все равно за Путина, или как минимум не возникают по этому поводу. Мы не знаем этого. В России нет честных выборов. И не было года этак с 2000-го. Ну, то есть буквально каждые выборы год за годом все меньше и меньше могут называться выборами. То есть они уже давно не могут называться выборами. Владимира Путина не выбирал народ России. Владимир Путин не является настоящим президентом. Он нарушил и Конституцию, а затем и изменил ее, собственно, убрав разделение властей. Поэтому Владимир Путин не является избранным президентом. Владимир Путин не является человеком, который репрезентует желания людей в России. И поэтому люди, которых ставит Владимир Путин, тоже не являются защитниками Родины. Сергей Шойгу не представляет интересы России и не защищает их. Путин и вся его власть защищает лишь собственные интересы по накоплению богатства и концентрации власти в своих руках. Если вы считаете российскую армию своей, то вы должны считать и Путина вашим президентом, а Шойгу вашим министром обороны, а Кадырова одним из глав одной из республик. Если концепция, что все, что российское, означает мое, и что со всем российским я должен был быть согласен, потому что типа это патриотизм, то значит вы должны вот все вот это вот одобрять. Понимаете идею? И если вы не одобряете Путина, но при этом говорите, что армия ваша, то здесь возникает противоречие. Почему большая институция, которая поставлена Путиным в виду Шойгу и российской армии, не является производной от этого самого Путина? А если является, то вы поддерживаете тогда и Путина. То есть можно переформулировать, нельзя желать поражения своему президенту. Вот в этом контексте вот это словосочетание своей армии, оно улетучивается. Российская армия сейчас не моя армия и не ваша. Она осуществляет преступные действия по указу людей, которые захватили власть. Они не выполняют российские интересы, они не преследуют. Даже с технической точки зрения. Давайте представим, что вы, например, не любите Украину и желаете ей уничтожения. Окей. Давайте представим, что вы считаете, что российские глобальные интересы важнее всего на свете. Но давайте с этой точки зрения посмотрим. Стало ли в России безопаснее после того, как началась эта война? Так как Владимир Путин начал эту войну в 2014 году, а затем и сделал полномасштабное вторжение, вторгся на территорию другого государства. Вот возьмем его же критерий. НАТО у границ России. НАТО у границ России стало больше. Армия российская в техническом плане стала меньше. Российский флот стал меньше. Систем ПВО стало меньше. Готовых боевых подразделений, не мобилизованных, набранных под кустом, а боевых подразделений стало меньше. Офицерского состава стало меньше. Владимир Путин ослабил Россию. Российская армия ослабила Россию. И если Китай завтра захочет напасть на территорию России, его вообще ничто и никто не остановит. Понятно, что конструкция умозрительная. Но я лишь показываю, что даже если ваше моральное понимание, что нельзя поддерживать армию, которая нападает на других, нельзя поддерживать армию, которая совершает агрессию, если у вас этого понимания даже нет, то посмотрите с технической точки зрения, увеличили ли действия российской армии безопасность Российской Федерации. И я пока говорю только про внешнюю безопасность, не говоря уже о том, что происходит внутри России. Но, Майкл, скажете вы, если российская армия проиграет, Россия будет сто крат хуже. Этот тезис, как мне, представляется основан на заблуждении. Если, а я надеюсь, когда российская армия проиграет, это запустит процессы внутри российского политического механизма, который не позволит этой изурпаторской власти продолжать существовать. Российская армия, которая вернется с оккупированных территорий, которая вернется с оккупированных ею территорий, наоборот, сможет заняться реформированием, укреплением и, собственно, превращением в настоящую армию, которая не будет нападать, а будет оборонять. Потому что это Министерство обороны. Оно даже так называется. Соответственно, поражение в войне не ведет непременно к хаосу, гражданской войне и всему остальному. Сергей Смирнов, который сейчас является главным редактором Медиазона, а раньше был учителем истории, выпускал про это видео на своем канале. Как поражение может привести к изменениям, которые делают страну лучше. И сейчас, когда мы говорим про армию, которая не отстаивает интересы России, а отстаивает интересы Владимира Путина и делает Россию лишь слабее, не говоря уже о том, что приводит к тому, что убивается огромное количество российских граждан, отсутствие этой армии и ее поражение – это как раз механизм, через который могут запуститься процессы, которые скинут узурпационную власть. Я не говорю, что сразу в России зацветут яблони. Более того, я не обещаю, что все будет хорошо. Все может быть довольно неприятно. Все зависит от того, как именно будут действовать люди. Ничего не предопределено. Но продолжение этой войны, каждый новый день этой войны, каждая новая неделя и месяц наносит России все больше и больше урона. Российская армия может сняться завтра с оккупированных территорий и уйти обратно в Россию. И даже это принесет больше пользы, в том числе для российской армии. Потому что чем дольше идет эта война, тем больше убивается российских офицеров, боеспособных солдат, элитных подразделений, теряется техника, флот и кончаются ракеты. Да, Россия производит новые, но очевидно, что и арсенал стал заметно меньше, что мы видим и по снарядному голоду. Еще раз подчеркиваю, я говорю с точки зрения человека, который определяет необходимость поддерживать или не поддерживать войну, через такие вот прямые показатели. Потому что мое там мировоззрение сильно отличается. Мне плевать, что там в российской армии будет происходить. Для меня самое важное, это то, что российская армия прямо сейчас убивает людей на территории другого государства. Потому что для меня вот эти истории про у этого человека российский паспорт, а у этого украинский, поэтому российскому паспорту мы сочувствуем больше, потому что у нас тоже российский паспорт, для меня эти истории не работают. Для меня люди делятся по поступкам, а не по гражданствам. И если какое-то государство и его армия начинают делать подлость, несправедливость и убивать людей, то для меня естественная реакция – это поддерживать тех, кто является жертвой агрессии, независимо от того, какие у кого паспорта. Но это моя позиция. Я же вам обосновываю в том числе и для тех, для кого цвет паспорта имеет значение. Теперь давайте перейдем на следующий уровень. Уровень нашей мальчики. Это позиция, которая занимает в том числе немало публичных интеллектуалов, к которым я отношусь с большим уважением. Если я не согласен с чьей-то позицией, это не значит, что мне не нравится этот человек, или я его не уважаю. И Евгения Марковна Альбац, и Данила Поперечный, который говорит, что нельзя донать в СОО, это люди, к которым я отношусь с большим пиететом, и которые, на мой взгляд, делают довольно много для того, чтобы была остановлена российская агрессия. И если я критикую какие-то из их позиций, это совершенно не значит, что я негативно к ним отношусь. Так вот, наши мальчики. Что это за концепция? Концепция подразумевает, что людей, российских людей, которые идут на эту войну, тоже очень жаль. Тоже очень жаль. Это такие же невинные, значит, абсолютно люди, которых взяли в охапку и отправили воевать против их воли. Это не их выбор, поэтому мы не можем желать им уничтожения. И более того, некоторые приходят к выводу через этот тезис, что поэтому нельзя поддерживать украинскую армию вооружением или чем-либо таким. Потому что они убивают буквально вот этих невинных наших мальчиков. Давайте начнем с простого. С математики. Я в ней не очень силен, но мне кажется, что этот тезис вам опровергнуть будет довольно сложно. В каком случае умрет больше наших мальчиков? Вариант один. Россия продолжает затяжную войну. У Украины не появляется подавляющего ресурсного преимущества. Это приводит к ситуации, когда война становится невероятно долгой. Каждый день продолжаются боевые действия. И каждой стороной, украинской и российской, приходится все больше и больше задействовать людской ресурс. Путин проводит новые волны мобилизации, переводит срочников в контрактники, значит, хантит людей на улицах и прочее, прочее. Чем дольше идет эта война, тем больше наших мальчиков погибнет. То есть, чем меньше ресурсов у Украины и чем медленнее они будут идти к победе, тем больше наших мальчиков с российской стороны будет перемалываться в этой войне. То есть, из-за неверной предпосылки того, что у Украины должно быть меньше ресурсов, чтобы наши мальчики меньше умирали, делается неверный вывод. Потому что чем больше будет ресурсов у Украины, тем быстрее они окончат эту войну. И тем меньше людей Владимир Путин успеет отправить на фронт. Поэтому даже если сделать все те допущения, которые делают эти люди, о том, что эти люди, которых забирают на меморизацию, например, ни о чем не знали, это не их выбор, они подверглись пропаганде и прочее, даже если все эти допущения принять, то получается, что с точки зрения сочувствия к нашим мальчикам, нужно помогать Украине. Потому что тогда Украина быстрее завершит войну, и меньше наших мальчиков умрет. Не говоря уже про какие-нибудь обстрелы Белгородской и Курской области, до которых мы еще дойдем. И про российские города, куда прилетают дроны по военным объектам, но попадают в том числе и по гражданским. То есть чем быстрее Украина победит, тем меньше будет жертв среди сограждан. Раз уж сограждане такое важное качество для людей, которые отстаивают эти позиции. Но если говорить уже не утилитарно, а говорить с точки зрения восприятия наших мальчиков, почему я не разделяю этот тезис, почему я не переживаю за наших мальчиков. Дело в том, что мне кажется довольно странной идеей, что эти люди со знанием трехлетнего ребенка, что эти люди не понимают, что они делают, что эти люди принимают решения несамостоятельно. Кто-то, возможно, считает их глупыми, кто-то считает их ведомыми, но позвольте, если мы говорим о дееспособных людях, то они принимают решения самостоятельно. Конечно, пропаганда влияет, и ее влияние отрицать было бы, ну, манипулятивно, на мой взгляд. Но тем не менее, раз мы признали, что это дееспособные люди, которые сами принимают решения, то это их выбор. Вы скажете, какой же этот выбор, если их принудительно мобилизовали? Я отвечу, если между штрафом от 500 до 3000 рублей и отправкой на фронт с вооружением для того, чтобы убивать людей в другой стране ты делаешь выбор в пользу второго, то ты именно что делаешь выбор. Да, сейчас штрафы для мобилизации изменились. Но мы же говорим о той волне мобилизации, новой пока нет. Это значит, что все эти люди выбрали пойти на эту войну. И когда они ехали в автобусах, они не выглядели очень печальными. Да, их обманул Путин. Он обещал, что они будут в тылу. Но что они должны были делать в тылу? В тылу они должны были помогать российской армии, наносить удары, подвозить боеприпасы и прочее. То есть тыловая работа – это тоже работа на фронт. То есть эти люди приняли решение о том, что они будут помогать убивать людей в другой стране в рамках оккупационной кампании и оккупационной армии. Я уважительно отношусь к выбору этих людей. Я не считаю их глупее меня. Я не считаю их людьми второго сорта, за которого я интеллектуал, хотя никогда не претендовал на это, и не считаю, что это верное описание меня. Значит, я умнее, чем они. Поэтому я буду смотреть на них с высока и говорить, ой, но это детки маленькие неразумные, зачем же вот им желать смерти и прочее. Нет. Я считаю их полноценными людьми, которые сделали выбор. Именно поэтому я не сожалею об их смерти. В моей системе координат, если ты взял оружие для того, чтобы пойти в другую страну и убивать там людей, то ты сам подписал себе согласие на смерть. И если ты будешь уничтожен в рамках того, что ты решил захватывать чужую страну, убивать там людей, это справедливо. И это не вызывает у меня большого сожаления. Уж простите, можете называть меня людоедом, но я думаю, я довольно прозрачно показываю, как именно я прихожу к этому выводу. Тут отдельно есть история с военными преступлениями, с невоенными преступлениями, с тем, что происходит при сдаче в плен или еще при чем-нибудь. Это юридические понятия. Я не являюсь международным уголовным судом. Я не являюсь трибуналом по военным преступлениям. И моя картина мира не описывается международными правовыми нормами. Я исхожу из своей системы справедливости и ценностей. В моей системе, если ты принял решение идти убивать, то ты согласился на то, чтобы убивали и тебя. Ну, анкап, если хотите. То есть ты применил агрессивное насилие, и значит, в отношении тебя может быть применено агрессивное насилие. Соответствует ли это международному праву? И да, и нет. В случаях, которые оговорены отдельно, при определенных обстоятельствах тебя нельзя убивать. Соответствует ли это часть международного права моему представлению? Нет. Если ты пришел убивать, тебя можно убить. Точка. Вот такая у меня картина мира. Она отличается от международного уголовного права, и это нормально. Ваша картина мира тоже может отличаться и от моей, и от международного уголовного права. Или наоборот, ей соответствовать. Тем более, что про военные преступления, конкретно их проявления, за исключением супероговоренных ранее случаев, которые имеют четкие прецеденты, мы не знаем. Это будет решать, соответственно, суд. Поэтому я и не считаю, что на пьедестал моей системы координат должна возноситься именно правовая система. По крайней мере, в той международной части, где она не обеспечена полицейскими и большим правоприменением. Если бы мы говорили о гражданской истории, ну, то есть в рамках одной страны, человек совершает преступление, его наказывают и отправляют в тюрьму. В международном праве этот механизм не работает. Наказывать можно лишь постфактум, когда человек уже не представляет угрозы. Поэтому эта система отличается от гражданской прямое сравнение вот с совершением преступлений в обычной жизни некорректно. Более того, иногда бывают и ошибочные законы. Собственно, есть какое-то количество норм, с которыми я не был согласен, даже еще находясь в России. Например, 282 статья. Или, например, толкование России 228 статьи. И много чего еще. Есть большое количество статей, с которыми я не согласен. Если что-то закреплено в законодательстве, в правовом поле, то это не сделает автоматически в моих глазах это справедливым. Потому что справедливость и право, на мой взгляд, это две разные категории. И от наших мальчиков мы переходим, конечно, к донатам в СУ. И вообще, ну, то есть, мне кажется, это тема, которая вызывает наибольшее количество споров. Казалось бы, она интуитивна. Ну, как можно давать деньги тем, кто убивает твоих сограждан. Но здесь у меня сразу большое количество проблем с этим тезисом. Первое. Ну, вообще, если мы говорим о согражданах, которые пошли совершать преступления, которые пошли совершать убийства, грабежи, изнасилования, если мы уйдем от правовых категорий, то они могут понести за это ответственность. Не только юридическую, но и жизненную. Приведу простой пример. Ну, то есть, если человек нападет на вас, вы не будете раздумывать о том, откуда у вас деньги на самозащиту, на вооружение. Наоборот, вы будете надеяться, что мимо проходящие люди помогут вам в том, чтобы наказать обидчика. Они помогут вам независимо от того, являются ли вашими согражданами или не являются. Да, пример манипулятивный. Я только что говорил, что обычную жизнь экстраполировать на военные действия довольно странно. Тем не менее, общая логика, мне кажется, очевидна. На территорию Украины напали наши сограждане. Они там убивают людей. Они там уничтожают города. Есть агрессор и есть жертва. В моей системе координат я всегда помогаю жертве агрессии. И с точки зрения того, чтобы жертва смогла дать отпор агрессору, и с точки зрения того, чтобы поведение агрессора не стало нормой. Потому что, чем больше агрессор будет видеть, что агрессия дает позитивный результат, тем больше агрессоров будет становиться. На этом и построена система международной безопасности. Именно поэтому, когда Запад поддерживает Украину, он не только поддерживает Украину из моральных соображений, но и из соображений того, чтобы обеспечить мировую безопасность. Так как, если агрессоры будут позволять себе агрессию и не встречать отпора, это породит огромное количество новых конфликтов и новых жертв. Именно поэтому донаты, например, ВСУ, на мой взгляд, логически вытекают из поддержки Украины. Особенно странно слышать от людей, которые заявляют публично поддержку Украины и осуждение российской агрессии, странно от них слышать, что при этом они считают донаты ВСУ чем-то неправильным. Если вы поддерживаете Украину и осуждаете агрессию, то вы должны дать Украине инструменты, помочь Украине инструментами, которые позволят ей эту агрессию остановить. Кто-то говорит, что он предпочитает донатить беженцам. В этом нет никакой проблемы. Я вообще не настаиваю на том, чтобы кто-то конкретный там донатил ВСУ. Нет, это ваше право, это ваше решение. Вы сами вольны принимать решения относительно своих денег, своей помощи и своей поддержки. Я лишь говорю о том, что заявляемые аргументы, когда человек декларирует отсутствие поддержки ВСУ и более того, осуждает это, не соответствуют той парадигме ценности, которую они заявляют. Внутреннее противоречие. Недавно один мой друг сказал, Майкл, как же ты загоняешься по отсутствию противоречия в каких-либо концепциях? Мы с ним спорили на одну тему, неважно на какую. И это правда. Мой, наверное, вот бзик, это когда я вижу какое-то внутреннее противоречие в какой-либо концепции и на это никто не обращает внимания. Меня это прям вызывает недоумение, раздражение и желание обратить на это внимание. Если вы поддерживаете Украину, то вы, естественно, поддерживаете и ВСУ. Почему? Потому что чем успешнее будут ВСУ, тем быстрее будет победа Украины, тем быстрее будет остановлена российская агрессия. Вы, например, считаете возможным, поддерживать беженцев. И это хорошо. Но откуда берутся беженцы? Беженцы берутся из российской агрессии. Чем более успешной будет российская агрессия, тем больше беженцев с территории Украины будет. Беженцы это прямая зависимость от идущей войны. Соответственно, помогая ВСУ, вы снижаете количество этих беженцев. И самая главная проблема с этим тезисом. Дело в том, что в этом тезисе содержится расстеление на три модели поведения в рамках воюющих армий. Первое поддержка ВСУ. Второе поддержка армии России. И третье нейтралитет. То есть, типа, я поддерживаю Украину как страну, поддерживаю беженцев, осуждаю российскую агрессию как политический шаг и осуждаю российскую политическую верхушку. Но с военной точки зрения я не готов помогать ни одной, ни другой армии. В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что это игра с нулевой суммой. То есть, это игра ресурсов. Ресурсы ВСУ, людские, технические, остальные, против ресурсов России. Поддержка или не поддержка одной из сторон помогает одной или другой стороне. Если вы помогаете ВСУ, вы усиляете ВСУ. Если вы помогаете России, вы усиляете Россию. Но если вы не помогаете ВСУ, то вы усиляете Россию. Потому что для России будет меньше ресурсов со стороны ВСУ. То есть вы не можете избежать помощи одной или другой стороны просто своим бездействием. Не потому что вы хороший или плохой, и не важно, как вы это видите. Это война ресурсов. Поэтому, когда вы не поддерживаете ВСУ, вы помогаете России. Вы мне возразите и скажете, Майкл, но я же не поддерживаю Россию, поэтому этим самым я помогаю ВСУ. Будете отчасти правы, но вопрос в том, что здесь нет потолка. То есть когда вы свои ресурсы не распределяете, вы помогаете той стране, у которой сейчас ресурсов в моменте больше. И сейчас этой страной является Россия. У России больше самолетов, у России больше ракет, у России больше флота. У России больше мобилизационный потенциал в перспективе. Хотя тема скользкая, потому что мобилизационный потенциал это не столько людей, сколько у вас население. Мобилизационный потенциал это буквально столько, сколько вы сможете мобилизовать. И вот здесь большие вопросы к тому, может ли Россия превратить свое население в мобилизованных или нет. Путин, например, считает, что для этого есть препятствия, именно поэтому он мобилизацию не проводит, несмотря на то, что она очень нужна с военной точки зрения России. Короче говоря, отсутствие вашей поддержки помогает той стране, у которой в моменте больше ресурсов. И вот с этим ничего нельзя сделать. То есть, как бы вам не хотелось это отрицать, ваше неучастие является частью проблемы. То же самое было долгое время и остается в российской политике. Почему Алексей Навальный выбрал одним из своих слоганов «Добро против нейтралитета»? Потому что его тезис заключался в том, что тот, кто вне политики, тот, кто не участвует в ней, помогает режиму, помогает более сильному, потому что борются оппозиционные силы против сил власти, узурпирующих власть. И вот тот, у кого ресурсов в моменте больше, ему выгоднее, чтобы вы вообще воздерживались от поддержки кого-либо. Потому что у него и так ресурсов больше, и он в перспективе, в долгую имеет возможность победить. Поэтому Алексей Навальный довольно много потратил времени на то, чтобы объяснить, что не только прямая поддержка путинского режима ему помогает, но и нейтралитет. Потому что он не позволяет оппозиции накопить достаточное количество ресурсов для того, чтобы оказать существенное давление на власть. В итоге мы имеем, что имеем. Значит ли это, что я хочу приказать и обязать каждому из вас донатить ВСУ? Нет, конечно. Для меня достаточно, если вы просто не поддерживаете российскую власть. Правда. Для меня достаточно, если вы не поддерживаете российскую армию. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы все помогали Украине. Чем больше людей, не только в России, но вообще в мире будет помогать Украине, чем больше избирателей в разных странах будут своим политикам говорить, чтобы они больше помогали Украине, тем быстрее завершится эта война. Тем быстрее жертва агрессии, а именно Украина, перестанет каждый день терять огромное количество своих граждан и терять свои города. И получать миллионы беженцев, которые вынуждены покидать свои города. Это не абстрактная какая-то игра в интернете и на компьютере или где-либо еще. Это реальные человеческие жизни. Однако, поскольку мы с вами договорились, что этот ролик будет в основном без эмоций, тут, я думаю, вы примерно понимаете, как все устроено. Детально расписывать не буду про то, через что проходят граждане Украины. Но идея ясна. Тот, у кого в моменте меньше ресурсов, нуждается в большей поддержке. Отсутствие поддержки ему помогает другой стороне. Но почему же тогда я говорю, что вы имеете право никому не донатить? Во-первых, потому что я не определяю ваши права. А во-вторых, потому что многие люди из тех, кого я в том числе упоминаю, это люди, которые делают довольно много для поддержки Украины. И это достойно уважения. Да, естественно, для человека, на которого летят бомбы, то, что кто-то написал пост в Фейсбуке или осудил на концерте российскую агрессию, не является большой поддержкой и не является никаким успокоением. Это объективно так. Многие люди, которые находятся под обстрелами прямо сейчас, они могут сказать и скажут, наверное, что вот окей, даже вот если вы поддержите или что-то, но это все на словах. Берите винтовку и приходите помогать, приходите защищать. И будут, наверное, правы. Наверное, будут правы с чисто человеческой точки зрения. Однако, действительно, многие из нас, включая меня, я вот не беру автомат, не еду защищать Украину, не готовы на этот шаг. И это нормально. У всех свои страхи, у всех своя жизнь, и каждый готов даже рисковать ею. Но это не говорит о том, что не надо помогать. Помогать нужно всем тем, чем вы считаете возможным помочь. Потому что, если мы выбираем, например, историю, шеймить людей за то, что они помогают условно недостаточно, если мы не говорим о политических историях и о поставках вооружений, то мы отсекаем для человека возможность там все больше и больше углубляться в эту помощь и поддержку. Однако, к чему вообще весь этот ролик, и в том числе вот этот растел про донаты ВСУ? Помогая, не наносите вред. Когда вы, как публичный спикер, начинаете говорить, что нельзя донатить ВСУ, так как они убивают сограждан, вы наносите вред. У вас огромное влияние. У вас огромная аудитория. Миллионы человек прислушиваются к вам. Причем, к сожалению, мы все с вами знаем, что огромное количество людей прислушиваются не к аргументам, а просто к позиции. Позиция уважаемого ими человека, который для них авторитет, может определить их действия. Таким образом, вы даете посыл. И вот это уже помогает российской армии. Потому что если человек считает возможным и пришел к решению помогать ВСУ, например, а вы его отговорили своим высказыванием, то это прямой ущерб. Я лишь прошу быть аккуратнее в высказанных. Значит ли это, что надо врать и идти против себя? Конечно, нет. Многие люди могут основываться не на рациональных аргументах, даже авторитетно и уважаемых. Потому что рациональных аргументов, вот тех точек зрения, которые я описал, я попробовал разобрать максимально. Я с полтора года собирал обоснования людей, почему они не донатят в ССУ или жалко наших мальчиков. Я вот прям собирал полтора года и привел, мне кажется, все тезисы, которые рассматриваются. И объяснил, почему чисто логически они противоречат сами себе. Но люди не обязаны каждую свою позицию логически обосновывать. Но тогда и не надо пытаться. Если вы, например, считаете, что вот ваша вера, есть же вера, правда? Каждый человек имеет право верить во что угодно. Я даже сейчас не про религию, а просто вера. Вот там пацифист я. Не хочу поддерживать кого-либо с автоматом. Нет проблем. Так и скажите, что это ваша убежденность. Не надо пытаться это обосновывать. Не надо приводить псевдологические аргументы, которые заставят других людей не совершать этих действий. Потому что это наносит вред. Вы имеете право на абсолютно любое решение. Вы можете не донатить ВСУ. Конечно, это ваше право. Более того, я считаю, что у многих людей, которые и плашки ставят, и еще там говорят про донаты ВСУ, у них на самом деле довольно утилитарные соображения. У них, например, там может быть недвижимость в России. Или могут быть родственники, к которым они хотят приехать. Как у того же упомянутого Данила Поперечного, к которому я отношусь с большим уважением. Так и скажите. Нет никаких проблем. Да, кто-то вас осудит, но вас кто-то в любом случае осудит. Не мне вам рассказывать, как работает интернет и общественная пространство. Чтобы люди понимали, что если им не грозит уголовное преследование, ну или там они находятся в другой стране и не собираются возвращаться в Россию, чтобы для них вот этого нового барьера не создавалось из-за ваших слов, когда вы пытаетесь аргументировать, что ну вот, там люди стреляют, а я не хочу, чтобы кто-то стрелял. Но честно скажите, никаких проблем. Это не вызовет больших вопросов, по крайней мере, не больше, чем любая другая ваша позиция. И это будет честно по отношению к зрителям. Это не будет наносить столько вреда. Ну и вообще к позиции, что я не хочу, чтобы на мои деньги убивали кого-нибудь, к этой позиции тоже есть вопросы. Потому что если вы в целом за поддержку Украины, и вам считают, что окольными путями поддержка ВСУ, она значит как-то приведет к убийствам, то вы в целом тогда не можете поддерживать Украину. Потому что даже словесная поддержка Украины помогает Украине, и, соответственно, она будет убивать больше оккупантов. Если же вы говорите про конкретно, что вы не готовы давать деньги на снаряды, так нет проблем. ВСУ много на что собирают. На пикапы, на дроны-разведчики, которые не ударные, которые не наносят урон, а которые зависают в воздухе и разведывают местность. Это не устройство для убийства. Это средство передвижения и прочее. Да, вы скажете, на них же передвигаются люди, которые могут потом убивать. Но об этом я сказал чуть раньше. То есть если вы в целом поддерживаете Украину, то вы даете Украине больше возможностей для того, чтобы защищать себя, то есть убивать оккупантов. Как бы здесь вот количество этой длины от ваших денег до условного убийства, оно сравнимое. Но при этом вы можете не поддерживать конкретную цепочку, где вот ваша монета, она упадет на автомат. И из этого автомата будет застрянен человек. Может быть, я сейчас вот в последней неделе особенно помогаю со сборами, например, на машины для разведки, на дроны. Есть Евгений Чичваркин, тоже абсолютно замечательный человек с самого начала этой войны, помогающий Украине с медикаментами для войск, с аптечками и со всем остальным. Это невероятная поддержка. И уж точно это ни каким образом не приводит к убийствам. Как есть замечательный, честно говоря, фильм по соображениям совести, где там военный медик, он отказывается брать в руки какие-либо автоматы, ружья, винтовки и прочее, но спасает людей на поле боя. Вы можете быть таким же человеком. Вы тоже можете по вашим убеждениям не брать в руки автомат и не давать в руки автомат своими средствами, но помогать с медикаментами. Евгений Чичваркин регулярно собирает и отчитывается. Вот прям можете наверняка сейчас перейти в его инстаграм, найти там пост и помочь. Вы не обязаны. Но просто я говорю, почему ваше обоснование про то, что я не хочу поддерживать убийство, оно не выдерживает критики, потому что донаты в СО это не только донаты на снаряды. Ну и наконец давайте рассмотрим еще две довольно популярные истории, которые я не слышал от публичных спикеров, честно говоря, но с которыми часто приходят в комментарии. Первое. Украинцы нас ненавидят. Зачем мы будем им помогать? Для меня это дико звучало с самого начала. Конечно, какие-то украинцы нас, россиян, ненавидят. И на это есть причины. Мы пришли в их дома и убиваем их близких. Да они мы конкретно, да мы против этого и прочее, прочее. Но вы думаете, что человек, который находится под бомбами, будет разбираться, кто хороший русский, кто плохой? Вообще, мне кажется, хороший русский худший термин, который придуман за эту войну. Нет, конечно. Если бы на меня падали бомбы, я бы вообще не разбирался, кто там чего, за кого голосовал за Путина или не голосовал за Путина. Мы так воспринимаем мир. Собственно, когда Германия нападала на разные страны во Вторую мировую, видите, я до Гитлера только сейчас добрался, мог бы намного раньше, собственно, все воспринимали почти всех немцев как фашистов. Это нормальная экстраполяция, когда на тебя летят ракеты. Я не говорю, что это правильно. Конечно, людей надо судить не по паскорту, а по поступкам, о чем я говорил в самом начале. Но понятно ли эта эмоция отчасти украинцев? Конечно, понятно. И никаких вопросов не вызывает. Но более важная история, а почему ваше мировосприятие зависит от того, кто вас как воспринимает? Мне абсолютно плевать, как меня воспринимает тот или иной человек, потому что мои действия исходят из моей системы ценностей. Я не делаю что-то, чтобы кому-то понравиться. Я не делаю что-то, чтобы получить чье-то одобрение. Я помогаю и ВСУ, и беженцам, и многим другим не для того, чтобы мне написали, ах, какой ты, Майкл, хороший человек. Да чего угодно, пусть пишет. Вообще плевать, я делаю это, потому что я поддерживаю жертв агрессии против агрессора. В этом уравнении вообще нет мнения украинцев по поводу того, хороший я или плохой. Если вашу мотивацию выступать против зла может обрушить то, что кто-то вам напишет, что вы значит, вы мотивацию вообще не оттуда черпаете. Не изнутри себя, а извне. Простой пример. Если какие-то люди после вот этого моего ролика, люди, которых я уважаю, потому что в моем окружении есть довольно большое количество людей, более того, друзей, которые тоже не донатят в СУ и не считают это возможным для себя. И мы нормально общаемся. Возможно, какие-то люди публичные, с которыми я отношусь с уважением, напишут, что я там мудак полнейший, что я наговорил туфты, и вообще лучше бы таких, как я, не было. Поменяет ли это мое отношение к такому человеку как к профессионалу, как к спикеру? Нет, не повлияет. Какая разница, какие гадости он про меня говорит? У меня есть довольно немаленький список людей, которые про меня говорят гадости, и к которым я все равно довольно хорошо отношусь. Потому что мое отношение не в личной коммуникации, а как к человеку, как к спикеру, как к эксперту не определяется тем, что этот конкретный человек говорит про меня. Поэтому мне это кажется вообще какой-то невероятной дикостью. Я всегда удивлялся, когда люди пишут, вот я хотел помочь украинцам, а они пишут такие русофобские вещи, и, значит, поэтому я теперь не буду помогать Украине. То есть ты помогал, чтобы что? Чтобы тебя по головке погладили. Ну, значит, ты помогал не чтобы помочь, а ради чьего-то одобрения. И поступок твой не имеет ничего общего с чувством долга, справедливости и совестью. И самое последнее. Это история про то, что, ну, смотрите, ВСУ же обстреливают Курскую область, Белгородскую область, наносят дронами удары по российским городам. Это же уже не просто защитная война. Они бьют по территории России. Как же вы можете их поддерживать? Опять же, есть гражданское представление о том, что происходит, есть военное. Я где-то посередине, потому что, конечно, полтора года уже ежедневных сводок и всего остального поменяло мою призму восприятия. Я не являюсь военным аналитиком или экспертом, но я многое вижу уже через призму войны. История здесь очень простая. С российской территории запускаются ракеты по украинской территории. На российской территории находятся военные базы, склады с боеприпасами и много чего другого. В той же самой Белгородской области. Почему по ней больше всего бьют? Потому что Белгородская область это была точка, из которой начиналось все вторжение. Одна из точек. И там до сих пор аэродром, который переделан подвоенный, с которого взлетают самолеты, которые наносят удары по украинской территории. В той же Белгородской области ракетные комплексы, которые бьют по Харькову, причем регулярно. Там же военные части, там же склады с боеприпасами. В СУ, когда стреляют по Белгородской области или по Брянской области, по Курской области, пытаются уничтожить те военные объекты, с территории которых в них запускаются ракеты. С территории которых солдаты идут их убивать. Это логика войны. Да, попадает по-гражданскому, это ужасно. Однако ответственность за это, на мой взгляд, лежит на России по двум причинам. Первое, это то, что вообще Россия ведет эту войну. Если завтра Россия выведет все войска с территории Украины, послезавтра никаких обстрелов, никаких российских территорий не будет. В принципе не будет. Если Украина перестанет воевать завтра, то послезавтра Украины не будет. Потому что это одна из целей Владимира Путина. Все вот так вот просто и нет никаких но и нет никаких нюансов. Но второе, где-то с месяца четвертого или пятого войны Руслан Леви в наших сводках начал говорить, что нужно эвакуировать прифронтовые города. Окей, не Белгород, но поселки в Белгородской области, потому что по самому Белгороду почти не стреляют. Их надо эвакуировать. Украина, эвакуируя своих людей из прифронтовых городов, которые рядом с линией боевого соприкосновения регулярно проводятся эвакуации. Это единственное нормальное поведение власти для того, чтобы защитить своих граждан. В Белгородской области эвакуация была лишь однажды. И то, там была эвакуация, когда эвакуировали на 5 километров. Это вообще ни на что не влияет. Поэтому да, во время войны по военным объектам будут бить. И да, если у вас гражданские на военном объекте, то это ваш косяк. Если у вас гражданские в зоне, где постоянно наносятся удары, это ваш косяк. Если вы начали войну, блин, для того, чтобы уничтожить другую страну и прилетает по вашим военным объектам, это ваш косяк. Тут меня поправят, скажут, Майкл, но не только же по военным объектам прилетает, правда? Правда. Именно поэтому довольно давно я говорю, что Запад должен разрешить Украине наносить удары высокоточным западным оружием. Потому что то вооружение, которое использует Украина для нанесения ударов по Белгородской области и по Курской области, это довольно неточное советское еще вооружение. И поэтому, если бы били хаймарсами, то потенциально гражданских жертв было бы меньше. Но Запад запрещает это делать. Именно поэтому, знаете, когда Собчак написал про меня, что вот, Майкл Накеля, доед, призывает бомбить Белгородскую область хаймарсами, суть в том, что это несет меньший угроз для жителей Белгородской области. Потому что высокоточное оружие не может отклоняться на такие расстояния и прочее, и прочее. Вот так все просто. Подытоживая все это и наш сегодняшний разговор, я надеюсь, что мне удалось максимально подробно объяснить в первую очередь свою позицию. Я поддерживаю Украину. Не потому, что я украинец. Не потому, что я претендую на то, чтобы переехать когда-то в Украину, там, я не знаю, стать украинским журналистом, найти в себе украинскую идентичность или что-то. Нет. Со мной этого не происходит. Я просто поддерживаю жертву агрессии против агрессора. Агрессор должен быть устанавливан. Поэтому у меня нет полу каких-то приколов, когда я вот иду по дороге, я поддерживаю Украину, но не буду помогать ей победить, потому что это мои сограждане, и, значит, вот помощь ВСУ убивает моих сограждан, но чтобы ВСУ победили, я хочу. Это не работает. Это не настоящая позиция. Ну, то есть, она противоречит самим себе. И думаю, я смог это убедительно показать. Если нет, если у вас остались аргументы против, если вам кажется, что где-то я допустил ошибки, напишите, пожалуйста, об этом. Ну, либо здесь, либо там публичные спикеры какие-то. Я с удовольствием ознакомлюсь с этим. Просто аргументируйте. Если это ваше ощущение, как говорил Олег Тиньков, я так чувствую, нет вопросов. Только, пожалуйста, не надо пытаться делать вид, что это выверенная позиция с аргументами, потому что вы вводите людей в заблуждение. Ну, и, конечно, если вы не донатите ВСУ, потому что вы боитесь уголовного преследования, находясь в России, вообще никаких вопросов. Я даже больше скажу, не надо донатить ВСУ, находясь в России, если у вас нет безопасного способа. Не надо. Потому что, если вы не в тюрьме, вы можете сделать гораздо больше, чем если вы в тюрьме, если вы не являетесь какой-то мировой известностью персоной, как Алексей Навальный. Поэтому, да, не надо донатить ВСУ, если вы в России. Вот все тут тоже очень просто. И вообще, давайте будем честнее. Ну, то есть, называйте настоящие причины, не пытайтесь увиливать, не пытайтесь лавировать, прикрываться какими-то цитатами известных актеров. Зачем это? Давайте будем честными друг с другом. И давайте сделаем все возможное для того, чтобы Украина, на которую напала Россия, победила, отстояла свои территории. И продолжила жить как нормальное независимое государство. Что они и делали до того, как Россия напала на территорию Украины. Ну, а с вами был Майкл Наки. Мне кажется, это тема, о которой стоит поговорить. И вы, наверное, задаетесь вопросом, почему Майкл нет под этим роликом реквизитов для сборов на ВСУ, в том числе, который мы проводим и в других роликах. Ну, потому что они вот там, на своем месте, где они максимально органичны. Я плох в сборах, поэтому долгое время я там не решался эти сборы каким-то образом помогать, организовывать. Но вот я нашел, мне кажется, формат, который помогает и собирать довольно много, и при этом не обесценивает сборы сами по себе. Вот. А этот ролик я просто хочу, чтобы посмотрел как можно больше людей и призадумывалось. Мне будет достаточно, если вот просто лома лидера общественного мнения, да, просто хотя бы призадумываются. Не знаю, может кусочка из этого видео увидят, может им кто-то перескажет, причем выведет дернул слова из контекста тоже нормально. Просто я вижу, что эта публичная позиция, она вредит, и вредит довольно активно. А на этом точно все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok